Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 октября. У нас стоит прекрасное бабье лето, правда вот с сильно таким перепадом. Ночью стабильно минус, минус 2, минус 3, а днем вот 12, 13, 10 градусов. Сегодня я вышла, хотя мне копать уже нечего, но я вышла по просьбе Ирины Романцевой еще раз рассказать о лопатах, потому что человек, увидев мои прошлогодние видео, она захотела купить такую лопату, но, как сказать, не знает, какую выбрать, потому что они очень разных модификаций. Я немного сейчас вам подскажу, как выбрать, кому какая лопата подойдет, потому что это чудо-лопата, да, действительно облегчает труд, особенно на женский. Если немного болит спина, если у вас не хватает немного силенок копать простой лопатой, вот этой очень хорошо можно выкопать. Это все мне муж дарил такой инструмент для того, чтобы облегчить мне труд, потому что он находится на работе, у него нет возможности самому копать, помогать мне. Но он вот хотя бы такими новинками хочет как-то облегчить мой труд. Вот смотрите, сначала у нас появилась вот эта лопата, я потом, как она просила, прям в сантиметрах смерить, я потом позже в конце смерю, но сначала расскажу, что она может быть простой. Видите, конструкция просто, одна, как вот эти широкие такие вилы и без всякого. Сначала у нас появилась вот такая, ее, ну туда, как сказать, вонзаешь ногой, поднимаешь и вот по принципу рычага никаких усилий, спина совершенно не болит, все. Но этой лопатой я копаю в два раза, когда сильно утоптано или когда вот весной сильно утрамбованы вот эти под слоем снега пролежат, одной недостаточно, потому что она так вот опрокидывает, комки большие остаются. Я потом иду, растаптываю и второй раз уже до пушистого состояния, второй раз. Потом муж подарил следующий мне инструмент, вот такой. Это она уже не простая, она с разбивателем комков, по принципу вот так вот. Раз, они зажимают и разбивают. Сейчас я поближе все покажу. Но это, так как здесь еще один, как сказать, элемент приварен, она получается, если бы была вот такой ширины, она была бы очень тяжелая, сделали уже намного ее разбег. Вот мужу нравится это, мне нравится вот это. Я к ней привыкла и больше не хочу ее менять на другую лопату. И поэтому, когда вы будете выбирать, лучше было бы, если бы вы у кого-то, у знакомых или у соседей попробовали покопать, какая вам эта или эта нравится. Мне не нравится вот эта вот, видите, клацающая. Она из двух состоит, она гремит. А муж копает только ей. Сейчас я камеру сниму, возьму сантиметр. И специально вот для зрительницы, для моей, для которой снимаю, я смерю высоту, ширину. И может быть, кому-то это поможет в выборе. Но вот мое мнение, я сейчас его выскажу, мне кажется, это просто все индивидуально. Кому-то может понравиться это, независимо от размера. Мне нравится, что она широкая. Мне нравится, что грядку за два прохода можно сделать полностью хорошую грядку. Это немножко поуже, но это разбивает комки. Вот мужу нравится, что на раз он копает, а мне нравится, что... Ну, короче, у нас с мужем всегда нравится все совершенно разное. Если мне нравится эта лопата, то вполне закономерно, что ему нравится совсем другая. Мы любим разные фильмы, разные блюда и разные лопаты. Нам тоже нравятся совершенно разные. Когда вы будете выбирать, лучше бы покопать. Вот смотрите, разложила я их, чтобы вам было очень хорошо видно. Сантиметром смерила. У этой, которую люблю я, видите, намного шире вот этот захват, именно рабочая вот эта вот деталь. Ну, блин, пока высоту мерила, забыла, сколько она. Сейчас, подождите. Да, у этой 65. Ну, а это ее визуально видно, что она намного короче. Как же плохо одной рукой-то все верно. А это 45. Вот, короче, смотрите, различия. Это 65, это 45. И высота вот этой длины самой ручки здесь метр, а здесь 85 сантиметров. Можно как бы подумать, что это вроде как дамский вариант. Да, она и поменьше, и комочки вот эти она. Видите, у нее такая система, что основная рабочая вот эти вилы, а тут еще такая. И она, короче, зуб за зуб заходит, она рассекает. Мне она не нравится. Кто-то, может быть, от нее будет без ума, как мой муж. Он копает только ей. Мне нравится вот это за ширину, за то, что уже основательно, как захватишь, захватишь. Ну, что там, что я мерила, 60 сантиметров. Короче, два прохода. Как раз метровая грядка полностью со всеми с бортами вскапывается все. Конечно, лопаты тяжелые, но у них есть одно преимущество. Сейчас расскажу, какое. Их хватит, вот, например, мне на всю мою жизнь. Они полностью сделаны, цельнометаллические. Никаких ни пластмассовых, никаких других деталей нет. В них ничего не ломается. В них единственное с годами вот эти, когда камень или что попадается, загибаются. Носики муж расправляет. Вот видите, сейчас опять загнулся. Копались сейчас осенью, что-то попалось. Они загибаются. Их с трудом, но можно разогнуть назад. Он как трубочку какую-то раз железную. И вот так вот управляет ее. Они очень вот эти вот сильные. Ни разу у нас не отваливался за много лет. Ни один вот этот зубчик. Тут все на железных вот этих. Короче, все везде железное. На века. Конечно, она стоит дорого. Покупали, по-моему, я не знаю, это он покупал больше тысячи. Так как я не знаю названия ни одного, ни другого. Названия уже давно утеряны. У нас он покупал в садовом магазине. Был расположен на вокзале. Сейчас этого магазина тоже нет. Но я думаю, в садовых магазинах есть выбор лопат. Просто вы должны для себя как-то определить. Или этот вариант, или этот. Копать можно и тем, и тем. И этот облегчает наш труд. И этот. Ну все, до свидания. Продолжение следует.